всем привет всем доброе утро всем привет мы вышли погулять она сегодня такая замечательная погода поздравляю всех но не с первым днем конечно не второе число со вторым днем весны ура мы дождались этого снег потихоньку тает его тут разбивают потом бросают на улице у нас уже плюс 3 градуса красота птички поют и мы вышли тут всей семьей прогуляться на самокате да сашулька правда немного приболела там сопли кашель такой небольшой мы решили все равно прогуляться потому что температуры нету воздухом дышать нужно смотрите лед да намерз можно ходить наверно тут вот такой проваливается все равно ночью еще заморозки хотела вас поблагодарить всех тех кто написал где посмотреть еще можно занавески и леруа и мерлен кто-то сима лент написал спасибо вам большое и обязательно посмотрю я по валбересу еще заказала две занавески там ткань была похожа но пока ничего не пришли и если что то конечно мы съездим и в леруа мерлен может быть даже в хов заедем потому что они у нас как-то вместе рядышком стоят прям там недалеко вот обязательно покажу занавески потому что-то попросила и показать когда мы посмотрим что у нас тут мостиком продолжается работа строит каркас металлический да металлические уже поставили трубы молодцы быстро у них идет работа я прям иду наслаждаюсь погодой какая красота нужно там снимает новогодний декор все уже хватит светить до матри уже все ну что уже весна конечно вот тут вот люди купались на крещение все тут оградили вообще все надо чинить вот посмотрите видите все вот это вот деревянное вот а дерево вот это вот все гниет поэтому тот там мостик и делают да уже не безопасно надо было сразу делать в воде они конечно они все гниют вон уточки там где залетные горой середине сидят наверное плохо видно потому что нас отдаляет сейчас если будет такая погода будет солнышко быстро пруд растает мы вошли в лес а тут снега по колено и дятел даже где-то там давайте засыпайте слышите давай аккуратненько засыпай да чего бои бояться аккуратно ручку туда просовывай насыпали тут птичкам вот корма ну давай давай подходи не бойся у нас орешки ну куда куда смотрите сколько уже орехов тут пустые все лена пустые да да дима с сашкой пошли белку все-таки кормить выцепить хотят она испугалась собака прибежала у нас тут целый пакетик с орешками и миндаль и фундук тут какие только хочешь сашулька кормит ну что белку мы так и не покормили они тут сытой видимо у них очень много орехов мы нашли их нычку там очень много орехов неочищенных лежат ой смотрите зеленая травка пробивается сейчас март пройдет в апреле уже будет травка зеленеть почки уже будут набухшими еще немножко человек там занимается красота мы уже пришли домой так тут листики у меня что-то завяли надо выдернуть показать вам хотела цветочек смотрите какой стрелочку пустил очень красивый и очень у нас редко он цветет один раз в два года прошлый раз было по моему летом цветение сейчас вот прям на сашкин день рождения наверное зацветет мне сотрудницы на работе давала не знаю как называется но очень будет красивый беленький такие цветочки они будут очень вкусно пахнуть такую стрелку пустил у нас не очень у нас немного дома цветов вот вот фикус мой он уже обрезан ему надо пересаживать мало места но если пересаживать то уже горшок не поместится на окно это надо уже где-то будет на пол ставить и вот кусочек и тут он так засох потому что тут он батарея стоит и вот так уже подвинула вот такая красота обязательно покажу когда зацветет будет красиво если кто-то знает название напишите будет очень интересно потому что я не знаю название сейчас будем садиться кушать забыла вас поздравить у нас же масленица мы уже второй день печем блины стопочка наша с огущенкой либо с джемом махеев очень любим где мы сегодня ищи меня гречка с мясом сашкин разогревается как всегда без изменений у нее овощной и параллельно тут еще составляю лекарство которые нужно купить на все про все чтобы были всем кто кушает приятного аппетита пришла я только что из магазина сходила купила необходимые ингредиенты буду печь торт сама сашульки на день рождения честно сказать я что-то разочаровалась покупных тортах потому что от палыча мы покупали тут недавно с вишневой и представляете столько этих костей попалось вишневых это просто ужас какой-то кошмар это вот непозволительно так продавать потому что это не только вот именно кости были это вот прям вот скорлупа какая-то от вишни перемолотая представляете это чуть зубы не сломали это ужас потом 23 февраля именно родители нам подарили тоже от палыча черносливовый так он был кислым причем знаете такое ощущение было что торт просто испорченный они торт был не испорчен он был свежим просто чернослив кислил вот поэтому я решила испечь торт сама что все было хорошо что все было вкусно чтобы он был домашний только немножечко конечно я схалтурила я купила слоеное тесто покупное но если уж совсем заморочиться можно слоеное тесто сделать самим я буду печь наполеон сашулька очень любит наполеон у нас все в семье и я тоже очень люблю этот торт я его уже пекла не один раз пока получается очень очень вкусно и в тысячу раз лучше чем покупную поэтому я сходила сбегала в магазин купила слоеное тесто яйца масло купила ванильный сахар так что в общем затею завтра прямо вот испеку украшать не знаю у меня руки не с того места растут чтобы узнаете вот как красиво делать так украсить ну может быть какие-нибудь куплю ягодки какие-то свежие там клубнику может быть там голубику купить я не знаю ну вот об этом я еще пока не думала я была маленькая мы с мамой торты пекли сами а потом как-то все это производство пошло наверх выпечки и не было надобности раньше то как знаете вот их особо то не было поэтому все все пекли все записывали обменивались рецептами тетрадочки насколько я помню птичье молоко был торт и больше особо так вот ничего такого не было может быть какие-то там ленинградский по моему до абрикатин вот ну был их очень очень мало вот поэтому в основном пекли сами и мне казалось что вот самим печь это вот те люди которые не могут себе позволить знаете вот мы зачем печь если можно вот купить а мама говорила что это очень дорого плюс какие-то очереди за ними все время немыслимые я помню стояли особенно когда праздника какие-то новый год вот поэтому мы с мамой всегда их пекли сами и когда естественно у нас уже такой производство уже появилось все это уже забросили поэтому сейчас я считаю абсолютно по-другому я считаю что домашние торты домашние выпечка пирожные печенье они в тысячу в миллионы раз лучше покупных и вкуснее вот поэтому вот в общем решила я делать сама тем более все что мы вот покупали мне последнее время не очень нравится так что завтра буду печь и плюс нам надо будет завтра сходить в магазин купить ингредиенты там для салатов наверное приготовлю оливье наверное приготовлю оливье салат потом что ничего такого особенного конечно готовить это прям затеваться не буду потому что сашулька вообще сказал что она хочет на день рождения пиццу вот ту пиццу которую мы показывали с готовыми коржами ей нравится вот намазать кетчупом положить туда сосиски или там какую-то может докторскую колбасу засыпать сыром и запечь в общем вот ребенок просит это только ей это и нужно поэтому торт пицца ну может быть опять же как повторюсь и салат оливье сделаю для нас взрослых чтобы мы покушали в общем особо так затеваться прям вот сильно шибко такого праздника не будет плюс сашка так себя очень не очень хорошо чувствует у нее сопли там каши в общем чисто семейным кругом чисто семейным кругом посидим и ладно и хватит и самые главные подарки она их ждет вот поэтому вот вот так вот ладно ребятки буду на сегодня с вами прощаться всем спасибо за просмотр спасибо за ваши комментарии за лайки всем пока пока всем до скорых встреч